всем привет я прошу прощения за несколько минут задержки тут в последний момент решил доделать пример по нашей нынешней теме вот нет сейчас давайте мы обновим я думаю что все будет хорошо вот она дело в том что у нас за время как бы с прошлого года некоторые новшества превратились уже не в новшества я все это пытался затестировать ну в общем пока выводы из этого теста довольно неоднозначный но чуть позже а значит сегодня у нас две вообще не связанные темы вот обе из которых в принципе могут быть темы для домашних заданий и это похоже будет последнее домашнее задание на сдачу через и джадж сегодняшние вот но мы в общем я еще не решил сколько там будет задач видимо там парочка все чтобы уже окончательно все закончить итак первое о чем хочется рассказать вам сегодняшнем разговоре и от мета класса мета класса в общем не такая уж сложная штука когда я в прошлом году готовился к этой теме я обнаружил изрядное количество текста на эту тему объяснительного собственно из которого я и и и соорудил си нынешнюю лекцию вот я обнаружил что в самом питоне мета классы используются довольно основательно в вот таких вот двух модулях как минимум генома bc еще где то есть дата класс с вот и там прям видно зачем это все нужно и как это используется но в общем не знаю имеет ли смысл туда заглядывать прежде чем мы с вами разберемся с тем что такое мета класс и говоря очень просто мета классы это конструкторы классов конструкторы классов это значит что мы хотим создавать классы которые суть конструктора объектов точно так же как мы раньше создавали объект с помощью этих самых класс принципе мы с вами уже знаем что это можно делать а тысячу раз ну не тысячу но несколькими возможными способами например просто функции задать класс и вывернуть до сейчас у нас открыто кошечка давайте так и сделаем да просто функции создадим класс даже можно с каким-нибудь с каким-нибудь с какой-нибудь чушью ух не знаю что так будет но тем не менее вал из not defined какой из этих валов not defined как вы думаете я думаю что мы не можем так сделать потому что у нас нету понятия замыкание для классов вот что какая а нет почему же ну-ка еще разок до селф not defined волнуйся понятно в общем нет да значит но если не пытаться сделать параметризованный класс а написать записать все вот так вот то все будет отлично работать как бы почему бы нет почему бы там не создать внутри класса внутри функции класса потом значит не создать из этого класса какие-нибудь какие-нибудь экземпляры не вопрос да вот замыкание для класса нет вот это вал вообще говоря не понятно здесь вообще чушь написано конечно вот этого вообще непонятно откуда брать у нас нету но local для классов вот так ты в общем почему бы и нет и мы можем поступить по-другому мы можем например написать декоратор помните мы с вами это делали декоратор в котором будут какие-то значит обращения к другим классом их создание тогда возможно при написании декоратора мы споткнемся о ту же самую фигню что у нас нету но local внутри описание класса да и опять начнется какая-то ерунда но мы мы знаем что есть еще так вот такой вариант который называется monkey patch помните когда я говорил что декораторы классов как правило ничего нового не создают а просто подхакивают поля в классе походу правда с этой точки зрения это будет уже не конструктор класс потому что мы берем тот же самый класс его подхакиваем его же выкидываем тогда еще можно отказ просто тупо унаследоваться и все наши изменения которые мы хотим вам ну короче будем считать что конструктором класса у нас является его родители почему бы нет в общем механизмов того механизмов которые с натяжкой можно назвать конструкторами классов это не предостаточно но нет придумали еще один вопрос зачем зачем нам нужно как специальная конструкция или даже специальный протокол питания который позволит нам создавать объекты типа класс это интересный вопрос я в прошлом году так и не нашел четко на него ответа вот в этом году я не нашел четкого ответа но кажется я его придумал этот четкий четкий ответ во первых ответ на вопрос почему возникли мета класс это класс возникли потому что у нас прослеживается некоторая дурная бесконечность непонятно где она заканчивается вот у нас есть допустим класс in у этого класса 1 есть тип класс тайм кто создает объекты класса int мы знаем а кто создает к объекта класса так мы не знаем вот мы только знаем что у этого объекта тоже есть тип и он тоже тайм в общем кто конструирует классы кто конструирует конструкторы классов этот эту дырку надо было заткнуть и ее заткнули а вот сегодня пришел к этому выводу что я знаю зачем мы придумали мета класс смотрите что только мета класс по сути это штука которая конструирует класс вот мы описываем 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 механизм результатом работы которого фактически экземпляром которого является класс мета класс эта штука экземпляром который является класс отлично потом мы берем этот класс созданный нами по специальному значит описанным нами рецептом и с помощью этого класса делаем из него эти самые какие-то экземпляры у наследуемся от этого нашего сделанного класса и так дальше как вы думаете если у наследовать если воспользоваться другим путем если в качестве конструктора нашего класса просто использовать родительский что там будет метод резолюшина ну очевидно если мы взяли наш класс c использовали м допустим использую как мета класс потом взяли класс c унаследовали его от м потом да потом взяли класс 2 унаследовали его отцы то весь этот метод резолюшин ордер нам покажет что д у нас сначала делаешься метод fd потом c потом в если же у нас экземпляр нашего класса при так если сам c является просто экземпляром м м нам сконструировал в качестве экземпляра себя c то разумеется метод резолюшин ордер прервется вот здесь то есть мы можем городить какую угодно логику можем там тоже делать целое дерево программист пользователь нашего класса порожденного мета классом не увидит вот этих кишок а будет читать такой базовый класс на основании которого его собственное дерево и различается вот видимо вот в этой в этой изгороди между подготовкой к реализации логики класса показа пользователям одного базового класса экземпляром которому экземпляр которого являет который является экземпляром нашего мета класс и дальнейшим использованием пользователя этого класса как обычного значит у с нуля и вот видимо в этом логика и есть мы сейчас это еще раз посмотрим когда собственно механизм изучим вот чтобы изучить механизм давайте вспомним что у нас есть такая штука тайт мы ее только что использовали вот она и мы как-то ее в основном использовали как такой в раппер который возвращает тип нашего объекта до напоминаю что вот эта вот штука это не строка это настоящий тайп ну допустим допустим так ты равняется тайп от 1 2 3 вот да ты это им и вообще говоря ты это в общем что-то это собственно сам тип in функция type возвращает класс нашего объекта с помощью которому потом можем конструировать другие экземпляры покупать интересно знать какого типа сама функция тайп да мы собственно знаем она типа тайп из чего следует что она не функция она класс такой сказали мы с павлом ивановичем не только не свалом иванович с кем-то другим с петром ивановичем сказали мы а что будет если от этого класс полно унаследоваться ну написать что-то типа класс ты вот ну давайте не тип а овертып от тайп имеем же право ну давайте тут пропишем пропишем какой-нибудь и нет деф и нет сел но что там можно я бы сказал что мы здесь пропишем что-то типом аркс кваркс потому что мы еще не знаем что там за параметр на документацию читать мы ее не читали решили так поисследовать напишем принт все это ерунтия аркс кваркс ну как полагается вызовем супер и на этом успокоимся супер и нет вот от всей этой штуки аркс кваркс дать посмотрим не читая документации какую структуру имеет наш тип тайп от которого мы сейчас сделали производный тип овертайп ну как это же экземпляр класса да ну давайте попробуем а я пропустил одну важную вещь простите сдвинусь чуть-чуть назад вот здесь меня написано я почему-то пропустил этот момент поскольку type у нас как мы тут только что выяснили это такой класс значит его от него можно взять экземпляр вот этот тайп вот что-то там как мы уже знаем тайп от объект нам выдаст класс этого объекта но в принципе же можно сделать по другому можно воспользоваться этим самым конструктором type с одним параметром а с тремя вот он и в этом смысле он нам будет вообще говоря конструировать новый класс сам смотрите мы можем передать имя нового класса базовые классы родительские и пространство имен и тем самым создать новый класс у которого будет с вот этим именем с вот этими родителями из вот этим пространством имен то есть вместо нет вот вместо написания вот этого ну давайте им сейчас какой попроще класс c вал равняется 100 500 мы можем взять так ну и там c равняется c мы можем взять так 2 равняется той под названием c то есть этот класс будет называться c только c нет давайте давайте мы посмотрим как это выглядит вот допустим c равняется type класс будет называться c это то место которое будет выводиться вот здесь да что там какой следующий параметр у него только что док смотрели черт а список базовых классов родительских ну точнее тюпуль он пустой но и пространство имен мы с вами знаем что пространство имен задается словарем вал равняется это 42 допустим да что у нас такое д класс c вот эта цена напоминаю это вот это цена ну а как видите разницы в общем нету да то есть мы очевидно с этой с помощью этой штуки можем создать один экземпляр класса и у него будет поле вал все то же самое то есть вот эта конструкция вот эта конструкция эквивалентно вот такому вызову фактически у нас уже есть конструктор классов под названием type вот это именно он конструктор классов именно он мета класс тот самый который создает класс и и вот теперь мы возвращаемся к нашему вас лет у наследуем over type прошу прощения что забежал вперед давайте еще раз мы на него посмотрим вот он да что мы сделали мы у наследовались от нашего тайпа который теперь как мы видим настоящий конструктор классов вызываем его как конструктор передаем три параметра имя этих самые родители namespace и получаем класс вот он конструктор класс настоящий перегружаем его в частности тупо и нету говорим дорогой нет теперь ты сначала пиши что тут ему передали а потом уже вызывай супер отлично давайте попробуем давайте попробуем сказать что д у нас равняется over type от over type от ну допустим как мы назовем этот этот новый класс назовем его д да да значит родительских классов у него нету поля у него соответственно состоят ну не знаю там поле поле и равно это поле сто пятьсот вот вы хотите еще одну поле заведем field равняется только не так конечно вот так вот field равняется ну не знаю почему она может равняться сто пятьсот один вот все то же самое у нас есть прекрасный класс d у нас есть приклад прекрасный возможность сделать из него экземпляр да все то же самое за исключением того что поскольку мы перегрузили работу создание класса перегрузили эту работу у нас вот видите задампился и нет фактически это и есть мета класс все мета класс это такой вот такой класс такая такая штука которая это даже функция может быть это неважно что которая работает так же как работает type принимает три параметра обратите внимание да первый параметр это имя второй параметр список родительских классов третий параметр namespace принимает три параметра и вот и на выходе выдает объект типа класс да вот и все даже функции может быть на самом деле соответственно осталось только ввести некоторую синтаксическую конструкцию которая будет называться мета класс равно и получить чем мы хотели смотрите класс д не так класс у него равняется не д а равняется вертайб конечно вертайб видите да мы говорим чувак твой твой класс твой класс создается с помощью мета класса овертайпа создается вызовом овертайп вот ну он так и сделал вызвал его задампил вот эту фигню вот этот вызов все фактически можно сказать что когда мы говорим вот так кого вот как вот так когда мы говорим вот так мы фактически просто пишем что мета класс у нас так и все то есть вот вот давайте мы эту ради эксперимента я сказал фактически фактически лет вот мы можем написать так мета класс равняется тайт это будет абсолютно тавтология потому что так оно и есть да а вот если мы вместо мета класс поставим какой-то другой конструктор классов не тайпа что нибудь вот например вот такой начнутся интересные побочные вот какая картинка чего какие подробности у этого замечательного ухты время какие подробности у этого замечательного механизма есть подробность 1 вот читаем это про мета классы в питоне чеки тут много чего написано интересного обратите внимание на то например что вот давайте вот этот копипастин потому что это как раз я обещал пример с деревьями и деревьями а нет это пример копипастить мы не будем но тем не менее смотрите допустим у нас есть класс мета вот так это что это такой конструктор который работает в точности также как-то и только называется по-другому допустим у нас есть целое дерево каких-то классов вот такого такого свойства например я не наоборот у интермета у него есть мру он термата но пускай будет термата а но это класс потому что да сейчас ну да вот на каком рот посмотреть сейчас секунду 4 туплю а отсел ну да значит уравнивается у термата а ему дам 3 парень то все я понял ну ладно дело-то не вы да это такое дерево класса так что ну да вот обратите внимание как-то дерево классов растет понятное как она растет у него значит есть так как базовый класс за одно обжиг у этого над ним есть мета над ним есть у термета у термата это теперь давайте создадим класс типа цель у которого этот самый мета класс будет мета класс будет этот самый термата да и даже создадим класс для на основании цель вот вот тут мы собственно вылезаем к вот тут мы вылезаем собственно к удивительному свойству что чтобы мы не городе не наградили в дереве мета классов которые создают нам класс типа цель в здесь это уже не видно это та логика которая запихнута под ковер ну как под ковер всегда можно посмотреть как то было сделано она не мешает на мы используем только методы которые собственно в самих вот этих класс в самом классе цели определены нами ну или они там приехали когда его создавал в качестве экземпляра мета класса интермата вот собственно вот именно этим главным образом отличается использование мета классов от банального наследования от нас а от предыдущих предков как видите при попытке посмотреть мро у дерева мета классов тут пришлось ему указать какой конкретно класс там есть ну короче экземпляр ну это деталь такая что чем можно что можно так сильно про эксплуатировать при работе сам мета классами понятное дело что мета класс это не вообще какой-то абстрактный объект то есть вот object это довольно абстрактный объект который что хочешь можно напихать мета класс как мы видели у него довольно строгие рамки у него например 3 у и нету а то у мета класса 3 позиционных параметры ни одного ни одного именного да эти три параметры должны знать вполне четкую семантику имеют это имя список родительских классов для создаваемого и его пространство времен вот вот она да короче говоря это не просто какой-то класс это класс довольно специфических свод вот у него в частности при работе в его логику входят три метода которым сейчас перегрузим посмотрим как все безобразие работает метод нее который отвечает за создание создание экземпляра класса по сути вот милю это то что ну с большой натяжки разумеется то что в других языках называется конструктор эта штука которая сама создает экземпляр класс методы нет ну мы знаем что такое нет это инициализатор и метод колл это штука которая происходит когда мы вызываем создание экземпляра да мы же знаем что класс он коллабу раз он коллабу его можно с круглыми скобочками нужно писать с круглыми скобочками класс в круглые скобки параметры да раз он коллаба начну не есть метод колл этот метод колл вызывается нам приезжает соответственно результат его работа вот давайте перегрузим все методы у вот все эти три метода у класса time чтобы посмотреть как это работает колл это штука которая вызывается когда мы применяем операцию круглые скобочек экземпляру этого класса как само это класс у него непонятные параметры потому что это зависит от того класса который мы делаем поэтому пишем сюда аркс кварц как обычно вот задампим это дело там пишется сел давайте пишется ком сел и вот с каким параметром и это все вызываем аркс кварц такой теперь давайте задампим обмажем этот new дев нею значит нею повторяют штука которая создает собственно экземпляр да в данном случае экземпляр мета класса являющийся класс вот какие у параметры у него параметры собственно класс имя ну это место сел фото поскольку это у нас штук создающая да вместо селфа целая класс класс метод такой да значит он метод не является класс методом полный имя класс которому создаем список родительский и родительских классов и полный спейс в общем как 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 мы это все это раньше и делали давайте мы это задаем там ню давайте вот это все задаем там не глядя вот и давайте перегрузим еще и нет дел нет что у него там какие у него параметры селф не в пальцем спейс то те же самые сил в отличие от нее где нам передать который является класс методом и туда передается собственно наш doom будет туда передаваться потому что именно его экземпляр изготавливает нею да в отличие от нее который изготавливает экземпляр вот этого класса и поэтому должен быть класс методом и не тот самый обычный метод он и он собственно наполняет уже изготовленные с помощью new экземпляр класс всякой туфтой ну мы сейчас это и сделаем паренс как-то то напишем принт всю ту же ерунду и вот наша обмазка в общем практически готова и нет северный пальцем только знаете что надо бы супер было вызвать я чё-то туплю я чё-то туплю надо было вызвать во всех случаях сюда давайте вызовем ретюрн супер от чего а от кол естественно кол и дальше собственно вызов здесь new не возвращает экземпляр ретюрн супер new а тут есть одна маленькая подробность поскольку у нас new является методом класса класс метод то вот ему надо передавать дополнительный первый параметр чтобы собственно его передал в качестве параметра дам помним чем отличается класс метод обычного метода в класс методе в качестве сел приезжает класс и он приезжает всегда ну вот и здесь надо его тоже передать здесь надо передать по моим целес как раз целес дым по парам станут пейс да все правильно написал вот и перегрузите не тоже надо супер и нет ну видимо на им поразанным спейс да правильно во во вот такой вот мы спроксировали мета класс дамп который будет нам просто дамить на экран всякий раз когда будет вызываться вот эти три метода нужны при создании экземпляра обратите внимание на то еще раз я не в первый раз уже говорю но тем не менее что не метод new отличается от кол и нет тем что это класс метод вспоминаем декоратор соответствующий из прошлых лекций соответственно ему в качестве параметр передается класс они сел вот и соответственно кому дальше вызываем поскольку это класс метод этот класс надо передавать дальше они съедать как это обычно бывает при обращении к суп ну вот что давайте создадим класс вас допустим какой-нибудь ты неважно какой и он ну допустим ну класс ну на базе класса флот ну или пускай будет вид как в примере с тем что у него мета класс это дам мета класс равняется дамп шмяк ну что мы вот тут давайте мы ему зададим какой-нибудь кастомный namespace филд равняется 42 и пронаблюдаем все все что произошло глядить первым делом вызвался new new который что делал который создал экземпляр нашего нашего класса ну экземпляр нашего класса но ему был передан собственно этому new был передан класс ну namespace ну собственно кажется а паренц и где паренц а класс энд в качестве парента до into нас является парентом так что вот это это родительский класс им и это namespace все че чист до сюда был передан класс собственно да вот целый вот он именно вот она родители и namespace окей new создал экземпляр экземпляр чего экземпляр мета класса являющий собственный результат классом то бишь фигней типа ну создал ее она приехала в сел в них не фигня типа ну а сам класс ну этот классном приехал в сел и мы его инициализируем мы говорим дорогой сел за дорогой класс но у тебя есть имя сейчас мы его вызовем вот мы его вызываем разница как видите в том что это обычный метод который просто создает как бы ему уже приехал созданный экземпляр на это класса там то бишь вот класс ну вот теперь давайте попробуем попользоваться этой штукой сказать типа и она равняется ну ну все очевидно мы приписали к нашему классу круглые скобочки значит вызвался метод call этому методу call мы не передали ничего но вот он и ничего и не передали кроме селфа давайте попробуем как там 0 из 9 биф вот оба из у него 16 ну не вы и забыть вот пожалуйста у нас вполне себе вполне себе определилась целое число и 16-ричного представления ну короче все нормально да за исключением того что наша обертка наш мета класс под названием dump в который мы завернули in выдал момент когда мы вызвали call до написали круглые скобочки передали два параметра вот эти два параметра да вот а это его значит это именные параметры это позиционные параметры а это собственно селф такие вот дела мне кажется можно можно а тут есть примеры нам пора переходить на следующую тему но примеров от примеров я не откажусь например класс в котором запрещается наследование как этого как как сделать класс от которого нельзя доследовать ну наверное надо в методе new при попытке при попытке у наследоваться от меня сказать что смотрите если у нас есть какой-то класс если 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 мы наследуемся то вы вываливать исключение давайте сделаем значит класс файл вот type естественно ну класс я хотел сказать да дев new ну там целая с какой-то да почему метод целая с непонятно он не что у нас там еще в нее нужно писать name new целая с ним паренс на имспейс паренс паренс на имспейс что он проверить надо проверить что форции им паренс паренс если у нас идет попытка у наследоваться от нас и в из инстанции финал бросать исключение в рейс type какой-то пьера до ера cannot что там по-русски было а ну да cannot inherit from давайте напишемся как там по-хорошему поле нэмп из него надо вытащить вытащить c name как-то так да я правильно понимаю как-то так все мне кажется это все давайте попробуем завести класс от него класс и вот мета класс мета мета класс равняется файл даже пускай будет пас вот и при попытке завести класс d от е мы получили какую-то ерунду сейчас я посмотрю где я ошибся там ритер над был сделать я тормоз это же нею не удолжи это не нет это нею не должен возвращать ритерн извините ритерн тёрн и он должен возвращать ритерн тот самый супер который у нас раньше был вот 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 а так он нам вернул извините ну что в общем не удивить так мы можем создать экземпляр этого класса нам никто не мешает я так понимаю пожалуйста а вот попытаться извините попытаться вот так сделать о-о-о вот наша наша это сам так слушать у нас кончается время давайте мы второй пример пример синглтона рассмотрим только глазками не будем руками писать но он как видите тоже очень очень простой идея состоит в том что в случае синглтона мы должны перегрузить ту операцию которая создает нам уже готовый экземпляр класса то есть операцию с круглыми скобочками call операция с круглыми скобочками call когда мы собственно заводим уже вот производим класс да где он тут вот должна вместо того чтобы заводить новый класс возвращать один и тот же вот вот мы мы перегружаем call мы говорим так если наш один и тот же экземпляр еще пока новым то окей давайте мы создадим этот экземпляр из базовых вас а если он не но давайте мы его вернем в результате получается картинка когда у нас все экземпляры класса и st сколько мы не вызывали этих синглитонов это один единственный инстанс вот на которой они все ссылаются такая вот картинка вот тайпс зачем модуль тайпс давайте посмотрим на модуль тайпс а ну модуль тайпс часто используется для для того чтобы их как мета класса использовать вы можете там говорить что это функция лямбда и все такое это это как раз они то используются для для мета класса динамика рейшенов new time сюда вы говорите вот пожалуйста я хочу не знаю там хочу хочу не знаю кого тут попроще даже не знаю кого тут попроще они все сложные это разные структуры данных питания ну марки маппинг против какой динамик вид окей в общем стоит туда заглянуть дальше надо там вот уже вся эта история становится довольно сложной и времени у нас на нее нету а и зато у нас есть вторая тема на сегодня она еще интерес еще интерес и тем называется аннотации и тут историю вот какая а значит за что мы любят это за то что у нас в частности в нем есть dark typing dark typing напоминаю это динамическая типизация питоне типизация строгая вы не можете делать с объектом одного типа операции другого типа потому что на самом деле любая операция над объектом и просто его метод есть некоторый синтактический сахар выражены в протоколах но вы не можете сделать так чтобы под ковром одно преобразовалось в другое но она динамическая эта типизация у вас типизированы вообще только сами объекты а переменные имена переменных не типизированы от слова совсем вы можете давать любую любому объекту любое имя вы можете одним и тем же именем называть разные объекты вот объекты разного типа это нигде никак не отражено никак не проверяется тем самым мы в общем при написании небольших объектов которые помещаются в одной отдельной взятой голове экономим на собственно описаниях вот ну потому что мы завели переменную стала на равна там трем ну очень хорошо кто забудет что она целочисленная гораздо больше практически стопроцентной экономия в этом случае когда вам требуется свойство полиморфизма настоящего труп полиморфизма от в объектных моделях поскольку дактайпинг говорит о том что какой хочешь объект куда хочешь передавай лишь бы там методы совпадают то вот эта вот идея что любой что функция это именованный алгоритм а вовсе не преобразование из конкретного типа данных конкретно типа да работает на ура и там буквально я говорю экономится почти все да вам не нужно отдельно предпринимать какие-то действия чтобы полиморфизм вашей объектной модели работу потому что за вас дактайпинг это дело ну и понятно повышается читаемость можно быстренько решать домашние задания и писать и вписать в 10 раз меньше мне в 10 хорошо в полтора раза меньше вот это все надо понимать что ровно за это мы еще питоны не любим чем ровно за это возможно не мы раз уж мы здесь собрались мы питон за это любим но есть люди которые ровно за это его не любит почему потому что вся динамическая типизация это означает что любое несоответствие типов в том числе интер отсутствие нужного метода в переданном вами объект уезжает в рантайм и там надо обмазывать эксэпшенами ловите эксэпшен на непонятных тестах заранее не предусмотрен непредсказуемых местах ну и как следствие все остальное да значит если вы пишете не соблюдаете некоторую дисциплину вы можете случайно случайно передать не те объект не то не того типа в не тот метод он может случайно даже начать работать что хуже или наконец он не начнет работать но пока вы это передачу не сделаете вы на ошибку не наткнетесь короче говоря никто даже хитрый анализатор кода встроенный в страшные да и не сможет проверить что конкретно в этом месте конкретно этот объект нельзя передавать конкретно объект этого типа нельзя передавать в конкретно этот минут потому что никто в том числе дэнис не состоянии предсказать какого типа объекты там нужны если вы сами это не сказали динамической типизация вы этого хотели что более важно теряется более важный на самом деле потому что повторяю даб тайпинг это то что мы хотели от питона когда начинали учить питон что более важно теряется коммуникация между автором текста на питоне и читателям этого текста на питоне мы написали функцию которая работает со строй со строковыми объектами где указать синтаксически с точки зрения языка программирования что функция работает со строками объектами или что функция возвращает строку например в комментарии ну такое вот вот эта часть она более важно потому что питон вообще прочитаемость про коммуникацию посредством кода исходного вот а тут такой вот такая вот неприятность одно дело мы написали универсальную функцию в которую можно передавать всякие объекты и сказали ну вот если у вас есть там сложение умножения передавайте все будет хорошо и совсем другое дело а это кстати дело как правило более часто что мы написали функцию конкретно для строк ну то есть она может еще для чего-то работать но мы не знаем мы не пробовали а может быть и не может а может быть может но в общем понятно да ночь надо пользователю нашего кода который будет пользоваться нашей функции показать что ожидается строка особенно это важно когда информационное пространство проекта достаточно разреженный распределенный когда проект сам большой когда в команде как бы много людей когда вы делаете условно говоря модуль которым будет пользоваться 100 500 непонятных человек да в общем менее сгруппировано информационное пространство того кода который вы изготавливаете тем больше значения занимает эта самая коммуникация посредством кода с другими людьми не в документации же писать про то что здесь должна была быть строк вот для этого всего в питоне придумали я уж не знаю когда довольно средней степени давности придумали штука потом называется аннотация аннотация это такой инструмент когда вы при написании программы на питоне указываете какого типа на самом деле ваши поля какого типа возвращение значение значения метода вот и какого типа ожидаются параметру функции все это очень похоже на статическую типизацию но нет и мы об этом сейчас поговорим так ну что давайте об этом поговорим прямо сейчас я подумаю только с чего начать начнем с каких-то совсем дико простых вещей типа n двоеточие int а нет начнем с исторически слове как бы с исторически появившихся вещей это естественно описание параметров функции вот я приводил в качестве примера описание параметров типов параметров функции как важную вещь для коммуникации ну вот с него иначе ну допустим дирк им крыль вот пин двоеточие гинт возвращается тоже in return n плюс 1 вот функция в которой мы с помощью вот такой конструкции двоеточие тип и вот такой конструкции трелочка ну минус больше тип приделали аннотацию относительно того что относительно того что у этой функции параметр тип параметра целочисленный и тип значит возвращаемое значение целочисленный вот тут глеб говорит что аннотации были уже прям вот при разработке дизайна python 3 может быть может быть я честно просто забыл что при этом произошло если вы думаете что при этом произошло к это проверка типов или еще что-то вы в общем ошибаетесь потому что например можно вызвать эту переменную эту функцию как от целого числа так и от вещественного например числа и даже от комплексного вот никакой проверки на то что входной параметр целочисленный выходной значение тоже целочисленный не происходит а что есть а у нашей функции инкар теперь есть поле который называется аннотей шанс вот она и в нем написано что n у нас целочисленный а возвращаемое значение у нас целочисленный обратите внимание на то что мы смело можем пользоваться словом return в пространстве имен потому что мы не можем завести имя return return ключевое слово не может поэтому отлично слово return здесь описывает именно возвращаемое значение как видите илья тут спрашивает а что будет если мы передадим что-нибудь туда унаследованная ты да что угодно туда можно передать не унаследованная ты никакое мы всего лишь вписали в нашу функцию аннотацию на предмет того какие предполагаются там параметры человек который читает вот этот код будет доволен потому что мы ему сказали что эта функция уж точно работает на нить и в доните она возвращает а дальше ты как-нибудь сам но он как-нибудь сам видите обнаружил что еще и на комплексных числах он тоже работал вот такая же фигня в классах мы можем да да такая же фигня в классах мы можем написать класс допустим c написать что-то типа поле вал она у нас значит целочисленные и равняется 42 поле эффективное у нас допустим строковая вот допустим у нас есть какая-то какой-то и нет ну даже не знаю тут тут какая-то сложный сложный картинка я хочу какую-нибудь простую картинку а давайте просто вот сделаем так дев мульт селф азар минут амут мульт селф азар так у азара у нас тип какой должен быть ну допустим целочисленный и возвращать она будет целое число вот или тернел селф точка вал умножить на азар кажется так давайте посмотрим что у нас с аннотациями ну с аннотацией у нас все я думаю очевидно у класса c ой нет у класса c есть два поля вал эффект поле вал целочисленное поле эффект строковая это чё проверим правда ли это нет это не правда у класса c нету поля фикт в аннотации написано что поле фикт когда она появится будет строковым но поскольку здесь никакого объекта именем фикт не связано запись в аннотации есть самого поля нету и ниоткуда она не появится это поле потому что никто его не делает вот но зато как бы понятное дело все остальное работает посмотрим что у нас с аннотациями функции мульт не сел кому ци . молд . на 36 а 4 там нету а чих там нет должны быть а есть есть собрал это просто так не работает вот все хорошо у функции мульт есть параметр типа инт он называется азер и функции мульт есть возвращение значения типа инт вот понятное дело как и в прошлый раз мы совершенно совершенно не обязаны соблюдать эти самые соблюдать эти самые аннотации как статическую типизацию это про другое это про коммуникацию с читателем этой штук вот как тут есть примере вот да хоть стройки туда передавай если адактайпинг нам гарантирует что если есть умножение на число то она сработает в лекциях вы не в плане лекции чуть более толстый пример но кажется вы меня поняли тут надо сделать несколько важных заявлений первым уже распознали аннотации никак не влияют на семантику работы программы сами по себе вы можете написать анализатор аннотаций вы можете сделать так чтобы это как-то влияло на работу вашей функции вот но синтаксис языка программирования питон никак не связан с содержимым аннотации совсем второе замечание с чем связано наличие аннотированных полей и ими и возвращаемых значений и это с заполнением специального поля аннотейшинс то есть как вы видите никакого поля фиг не создалось потому что конструкции которая создает это поле отсутствует в этом описание класса а вот конструкция которая создает аннотейшин для фиг присутствует ну вот собственно так и произошло и третье важное вышедшим тут вот уже сравнительно не то чтобы недавно питоне 3.10 вся эта логика поменялся надо сказать что она долго менялась начинал еще с питона 37 когда это придумали то что я сейчас расскажу но в питоне 3.10 по умолчанию теперь а логика не логика поменялся собрал семантика поменялась в питоне 3.10 по умолчанию теперь здесь хранятся не типы а строку и представление этих аннотаций выглядит это следующим образом from future у нас питон 3 9 если вы заметили давайте убедимся в этом 3 9 вот соответственно чтобы в 3 9 питоне это заработал надо писать вот так вот вот и как это from future импорт что-то там это стандартный способ в питоне включить какую-то фичу которая пока что по умолчанию выключена а когда-нибудь в будущем питоне будет включена вот и внезапно у нас начинают работать самые странные конструкции но главное вот давайте посмотрим как теперь выглядит аннотация велик да вот вот разница если раньше у нас тут хранились прямо уже скомпилированные типы то сейчас там будут храниться строки с одной стороны кажется что это неудобно ну смотрите как было клёво мы могли взять и во всех питонах включая 3 9 кроме 3 10 до во всех питон включая 3 9 просто тупо посмотреть на поле из посмотреть сравнить его тип а теперь ведь у вас справа стоит тоже тип и надо его что ли и валить а вдруг там какая-то фигня написано в этом ему как короче вот казалось бы зачем это нужно зачем это сделано так неприятно на самом деле совершенно очевидно зачем это сделано это сделано для того в будущих питонов будет теперь так чтобы можно было делать отложенные аннотации то есть когда мы к моменту аннотирования еще не определили этот самый тип который в 3 9 питоне должен быть определен и вставлен туда ну смотрите это было слово класс предположим мы моделируем linked list на питоне до задавайте сразу я пропаленную штуку from typing импорт или не только не пение а они с большой буквы так класс класс я сказал у вас лист linked list имитируем на питоне зачем это нужно не знаю но пускай будет значит по его вот 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 2 . и не равняется но next двоеточие лист равняется но это было слово next конечно как вы думаете если бы я не включил вот эту аннотейшн здесь смог бы написать вот такую конструкцию но очевидно не смог бы к этому моменту слово лист не определено отцу ну совсем и сейчас то мы можем написать вот так вот да потому что здесь все еще строковое представление вот а в случае когда у нас питон по старому работает ну давайте проверим это но вы уже поняли что так будет сделать нельзя ну хорошо и не тоже нету вот если и не нам можно можно будет откуда-то дата вот этот лист откуда они знают что класс лист это вот это ниоткуда вот а как же тогда как же как же тогда получать собственный тип ну там есть в модуле typing тому тем том самом модуле typing которому про который сейчас мы еще поговорим вот в этом самом typing есть специальная функция которая называется get type hints который теперь отвечает за такие штуки если мы сейчас говорим класс то есть не класса лист . на тэшн и тут у нас строковый вариант этого самого типа в 30 в 30 питоне и да то мы можем сказать typing get type hints от видимо лист да 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 я никогда не пробовал но как видите это сработало да нам как так за счетку у пайлот на самом деле тип и не тот самый и не которому из typing а вытащили а у next тип у класс main лист вот ради чего вся эта революция затеялась и вот в 30 питоне она сбылась но я обещал рассказать почему я все еще этим не пользуюсь потому что на самом деле за это время много невнимательных людей которые пропустили соответствующий пеп а это довольно старый пеп 585 вот он 600 какой-то 563 люди пропустили 563 пеп и довольно основательно завязались на то что у нас прямо в она тэшнс будут лежать нужные типы пока все это не переедет все эти модули не отвалится 3 9 питон будет как бы предпочтительнее чем 3 десятый вот ну скажем так на сайте fight and work например все еще три девятый питон вот если мы зайдем вот сюда смотрите зайдем отсюда 395 к сожалению ну если кто не знал на сайте питона есть питон в котором можно работать вот но там и 395 я вот к чему вот это не означает что 35 тонн плохой наоборот он шикарный в нем есть сопоставление по шаблону который я так и не рассказал возможно в двух последующих лекций которые нас остались успею рассказать в общем приятная штука очень приятно зато начиная с 3 9 питона нужно зато не в 30 3 9 даже питона мы теперь можем когда мы хотим описать допустим мы пишем функцию которая возвращает зачем функцию да я не сказал что можно же не только поля аннотировать а прямо можно аннотировать про можно аннотировать переменные написать что-то типа секунд лист пожалуйста вот вопрос в том лист чего ну как правило как правило список бывает однотипных объектов очень часто он так бывает если мы его использовать в качестве массива так сплошь и ряд вот если раньше вам до 3 9 питона надо было пользоваться этим самому а что кусками модуля typing в котором еще заглянем то сейчас можно написать следующим образом допустим это лист от int по вот что за мой представляет вот это странный лист от int ну давайте посмотрим значит напоминаю что мы доживаем последние деньки когда это непосредственно хранится тут иначе нам придется делать вызывать этот самый tapping get type hints для того чтобы получить этот самый тип но пока пока она так давайте поизучаем этот вопрос значит аннотейшн с секу чуть такое давайте посмотрим какой нет type это специальный тип из модуля types который говорит что ребят это такой универсальный способ описания составных типов называется джерик дженнир колясинг и и где-то тут есть на него ссылочка сейчас найду а вот собственно вот вот пример которым сейчас посмотрим а вот собственно составные типы и дженни колесе мы можем сказать что у нас есть теплый лист дикт сет фразин сет type еще куча всяких интересных типов разных составных у которых в качестве элементов будут специально составные типы дикт у которого ключи и строковые а значение значения целочисленные вот да так вот значит специальный тип теперь давайте посмотрим что что с ним можно сделать с этим специальным типом можно например понять из чего он состоит а аркс же о здесь внутри там тюпль из чего состоит списком чего является наш тип список винтов но в очередной раз повторяю это никак не влияет на себя семантику работы мы вполне можем сказать r от допустим range вот 10 а можем сказать и вот так то что это type hint не как на тот факт что на самом деле этот int может лист может от int of быть а может быть и вот нету это просто список просто вот это у него такие подсказки что еще есть модуль и type нам осталось 15 минут на одну очень важную тему про которого сейчас напоминает глеб нам петан проб спрашивает type in вложенного дикта реально не знаю посмотрите я думаю что реально все реально мы не будем сильно углубляться в модуль тайпинг скажу только что я уже с вами тут использовал из тайпинга объект типа и не которого означает что на самом деле что угодно любой объект может быть типом в этом месте мы можем сами описать свой собственный тип с помощью конструктора new type чтобы можно было потом его использовать в хинтах можно описать что это функция и так дальше и так дальше то есть много чего можно туда писать главная проблема всей этой катавасии состоит с хинтами в том что как правильно тут вот говорит глеб когда мы хотим использовать статический анализ нашего кода то есть проверить насколько там соответствие типов друг другу нормальные мы внезапно вместо динамической типизации в питоне начинаем начинаем иметь делать со статической типизации ничего худого в статической типизации нету для больших и сверх больших проектов наверное это хорошая штука если другого способа навести дисциплину нет вот это означает что те бонусы да вот начало этой половинки нашего разговора про аннотации те бонусы которые мы имеем от питона в частности сильная экономия на полиморфизмах в частности сильно экономия на объявлениях они теряются до того дошло что в эти самые модуль тайпинг проехали дженерики как все плюс плюс мы вы понимаете надо если мы начинаем себя вести как статически типизированный язык вот всю эту статический статические всю эту статически несовместимую типизацию включая полиморфизмы проверку является ли переданный элемент экземпляром класса или унаследованного класса всю вот эту вот тип плюс плюс ную жвачку нужно будет реализовывать да она нам поможет написать сверх большой проект да она поможет еще в одной штуке про которые сейчас расскажу но эта часть питона перестанет стать бонусом быть поэтому создатели питона четко позиционируют хенты как штуки которые не влияют на семантику самого языка программирования вообще никак если вы хотите сами реализовывать какие-то привязки к статической типизации на основе хентов бога ради делайте это и это делается этим занимается проект который называется майпай вот он занимается он очень 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 давно этим еще с тех пор когда как правильно тут упоминал кто-то а глеб же и упоминал еще с момента когда я вообще никакого никаких хентов питон не было с момента второго питона вот все хранилось в комментариях как раз проект майпай позволяет не просто использовать комментарии эти самые хенты в питоне благо они там уже есть а еще и проверять статически анализировать код на предмет того насколько эти типы совместе причина причина их применения понятно какая большие сверх большие и долгоживущие проекты совсем долгоживущие много потенциальных проверок кода статических специально навязанная да не свободная прагматика когда мы говорим что конкретно такие и только такие типы здесь годятся вот а еще например если у вас полностью статически типизирован код на питоне его можно взять и преобразовать в какой-нибудь другой эквивалентный ему код на чем-нибудь носи например потому что у вас для каждого питон его объекта в в данном случае полностью статической типизации существует его быстродействующая модель носить ну или она существует или и можно сварганить значит проект майпай довольно долгую жизнь прожил сначала там было все теперь все переехала в сам питон за исключением собственно статического анализа который майпай делает себе и делает вот смотрите вот мы берем пишем вот такую программку я уже с вашего позволения скопи пащу осталось только 10 минут нам с вами вот прекрасно все работает до функции фун у которой обратите внимание здесь недостаточно хинтов пробуем ничего не знаем функция фун у которой вход интеджер выход строка она работает как на вот так вот вот так вот как угодно работает да у нас переменная рез переменная вар тоже как угодно могут быть мы можем цвете рез равняется рез рез равняется сто пятьсот и никто нам ничего не скажет где там фунт 2 тут почему-то фунт 2 не не вызывается фунт 2 от инт который должен возвращать строку а на самом деле инт а вот вот здесь вот ошибка в описании но тем не менее никто на это не обижается мы можем вызвать такие функции фунт 2 с на самом деле правильным параметром строку они инт да потому что видите вот здесь написано внутри что c это инт на самом деле он будет строкой короче говоря на все хинты все плевали но стоит нам положить этот файл в файл и обработать его майпаем что-то я сделал не то сюда что это положить нам этот файл обработать его майпаем как нам выдадут выдастся гора ошибок просто гора ну не особая гора но это потому что тут прямо ошибка мы смотрите он теперь знает что у нас там внутри функции статической типизации вы складываете строку с целым а уж если мы ему скажем минус минус 3 то нас просто с ног до головы обмажут ошибка но тоже не с ног до головы но но тем не менее как видите больше еще ошибок найдено потому что там еще и возвращаем значение не совпадает до вас вот статический анализ о котором тут говорил грим и последние последние несколько минут мы посвятим одной смешной очень теме а именно очень долго к проекту майпай было приложение которое называлось майпайцы майпай компилятор если все объекты полностью типизированы то и вполне возможно однозначное преобразование из питоновского байт кода в скомпилированный вариант у которого с той стороны торчит просто это интерфейс питоновского api для каждого такого объекта можно вполне себе либо подобрать либо смоделировать либо свар как бы и эффективно реализовать объект на там си например поэтому проекту майпай приклад прилагается майпай компилятор который то отдельно живет от этого майпая в качестве такого эксперимента то в него приезжает то опять уезжает вот в прошлом году они приехали туда позапрошлом в этом году они уехали обратно и даже начали переводить документацию из проекта майпай в проект майпай c не знаю о чем это говорит но о многом говорит то что сами авторы проекта майпай свой майпай компилирует с помощью майпай c вот давайте за оставшиеся пять минут напишем какую-нибудь функцию которая долго работает сейчас только там да там вот на питоне функцию которая долго работает а мы потом ее вызовем значит но функция которая долго работает тут она просто возвращает какой-то тюпль ну давайте и давайте такую напишем в общем неважно долго она работает или недолго сейчас мы просто миллион раз запустим и все будет хорошо где в фунт от x у нас будет int y у нас будет возвращать она будет допустим тюпль от x у нет от int int вот и будет возвращать действительный return у умножить на x x плюс или все как бы вот такая функция без безусловно беспощадная напишем к ней тест где в тест ну не важно чего ты числа фибоначчи вот тут вот какая-то хрень да вот а это и есть из фибоначчи слышите бипку бива правильно за бы сказал что это 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 числа фибоначчи самое что на есть окей давайте вернемся тогда к исходному варианту это фибоначчи и грек x плюс игре совершенно справедливо это ровно они углядел человека я вот забыл например вот ну значит эта функция будет возвращать время наше тестирование давайте мы тогда тайм проимпортим сюда вот что будет тестировано ну вот у нас будет число и x и на нулю обратите внимание как долго надо писать такие штуки со строгой типизации да как долго надо писать такие штуки как на питоне это все писалось быстро но что делать мы хотим хотим воспользоваться возможностью статической компиляции так for in range от range от давайте мы немножко не иммунифицируем вот так напишем range от виды дтс x и грек равняется фибоначчи вот их запятая y вот ну и собственно все давайте теперь пометим начало а вот нас есть time уже есть return что return return новый time минус темы в секундах так и здесь плюсик плюсик и вот тут вот почистим вот так давайте во первых посмотрим как оно работает как оно может работать поэтому 3 минус c импорт спид и вызовем оттуда принт ну скажем десять тысяч десять тысяч часов фибоначчи что тебе не нравится а квадратные скобки квадратные скобки я забыл что здесь не так что вот хинтах здесь квадратные скобки но не спида тест конечно быстрее пожалуйста вот вот сколько там у нас получается миллион миллион чисел фибоначчи ну так он работает как то вот почти 10 секунд скомпилируем его с помощью майпай компайлера не стоит хорошо а ну давайте поставим давай не пип он стала объект на стол по-моему так называется в отдельности я честно ставил пип он сталом у этот самый майпай и пробовал его но что уж поделать пускай такой работы пип он стал не нужен смотрим так давайте посмотрим что получилось во первых у нас нету ошибок ни одной это хорошо во вторых он нам собрал некоторые промежуточные представления и его с помощью гцц скомпилировал кстати интересно посмотреть интересно посмотреть сишный исходник ну он такой себе сишный исходник да не будем на него смотреть он только пугает давайте лучше попробуем подвинем подвинем вот этот самый speed . пы подвинем его так чтобы мы его случайно не заимпортировали как вы помните а вы не помните не рассказывал значит расскажу на ближайших лекциях последний видимо мы можем сказать импорт speed и он увидит вот такую штуку и проимпортирует ее смотрите вот может может поимпортировать штуку скомпилированную из сишного исходника написано на python api там есть фибоначчи есть тест но для для частоты эксперимента запустим это вот так так что то я сделал не так почему тоже 9 секунд удивительно у меня раньше было не так нет не нравится простите я потрачу еще пару секунд чтобы чтобы да нет спид у нас не скомпилированы в том-то и дело простите я потрачу пару секунд на новый на новый на новый этот самый мой пай вот просто для того чтобы убедиться что она все-таки работает пока что я не вижу разницы в скорости это неправильно прошлом году разность скорости было раз в пять давайте так пробуем значит сразу его скомпилируем вот подвинем подвинем speed вы рядом чтобы пользоваться бинарным вариантом запустим тест запустим тест на питоне код запустим тест на пику на питоне код он должен проработать секунд 10 вот он работает секунд 10 вот запустим тест на скомпилированный код он должен проработать быстрее по крайней мере у меня так получалось когда я готовился к лекции а сейчас не получается непонятно непонятно слушайте я очень мало ты функций вызывал все простите ради бога значит у меня следовал повнимательнее относиться к копипасте обратите внимание что тут еще в сто раз эта функция вызывается так то понятно почему она медленно работает это будет миллион созданий и удаление питаниях объектов какая разница на си не написано или не носить все сейчас все будет сейчас все будет простить значит вот у меня программа которую нужно вызвать вовсе не не миллион раз а сколько здесь нет тоже миллион так компилируем вот я про этот кусок забыл смотрите собственная функцию вот эту вот вот эту функцию не вызывал практически ну глупый человек так 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 делаем мы вы запускаем первый тест то когда он теперь пустой все сейчас сейчас все будет вот он должен работать 10 секунд это тест исходные на питоне вот даже при таких условиях 14 а теперь запускаем тест с компилированного варианта вот вот разница вот эта разница да напоминаю что в прошлый раз когда я пытался это сделать я собственно функции fb вызывал один раз я забыл про то что здесь 100 чисел фибоначчи вычисляются вот вот собственно на этом все как видите разница больше чем в пять раз ну практически в пять раз на самом деле это 14 а тут 2 и 8 вот иногда доходит до 6 здесь все-таки слишком много вас слишком много вложенных вызовов а если там хитрая арифметика хитрая математика и немного создания удаления питомских объектов то еще быстрее все это работает вот вот в прошлом году было примерно также только почему-то медленнее видим какие-то чиселки они те вписал или что-то еще кстати это уже этот год и не прошлый ну собственно тут со мной уже начинают прощаться мне намекают на то что я время выжил но ведь я хотя бы довел до логического финала последняя завершающая лекция нет у нас их еще две следующие лекции через неделю а вот там у нас будет разговор про синхронность в питоне и последняя лекция еще через неделю она будет последняя домашнее задание планируется к этой лекции к другим уже не планируется собственно все если есть еще вопросы я на и конечно них отвечу но я думаю что уже всем как бы мы вот с этим моим тупежом под конец лекции немножко устали хорошо тогда всем до свидания в следующий раз у нас разговор про асинхронность бипку бива лекции по linux по пятницам у нас с вами они не по понедельникам вот ну собственно и все всем спасибо всем до свидания